На тематических уроках от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России ребятам рассказывают об информационных технологиях. Каждый месяц новый повод для дискуссий в учебном классе. В этот раз тема встречи — искусственный интеллект. Это технологии, позволяющие имитировать логику и действия человека для того, чтобы помогать человеку в поддержке принятия решений. Искусственный интеллект, он сегодня окружает нас в любой сфере жизни и нужно уметь учиться с ним работать. Урок начали с короткой лекции, исполняющего обязанности директора Департамента цифрового развития Севастополя Ивана Панова. Он сделал акцент на отраслях экономики, где все больше и больше применяется искусственный интеллект. Ребята учатся в 10 классе, это важное время. Уже многие ребята определяются с выбором профессии. И хочется им рассказать, как искусственный интеллект поможет им в выбранных профессиях и в отраслях. Я ребятам рассказывал о профессии врача, о профессии агронома, о профессии геолога, как им помогает искусственный интеллект в их повседневной работе. Интерес к урокам цифры повышает то, что основную часть материала школьники осваивают на практике, выполняя увлекательные игровые задания. Занятия по искусственному интеллекту для 10-классников школы номер 39 не стали исключением. Работать с нейросетью, подобрать количество нейронов надо, чтобы что-то найти. – Куда-куда подобрать? Какой результат в итоге? – Ну, первый раз прошли, не получилось ничего. – А вообще, что задания настолько интересны, насколько заранее знакомы для вас? – Ну, задания не знакомы, но так более-менее интересны. Более яснее стало гораздо. До этого не так хорошо было понятно, что, как делаться. Сейчас более понятно. Эта тема очень близко для меня, она знакома мне, то есть она легко выдается мне, и я могу без проблем ее решить. – А под искусственным интеллектом, вот лично ты что понимаешь под этим, что это такое? – Это такое изобретение идей, которое направлено на то, чтобы им помогать. И в определенной сфере оно само развивается и делает работу у человека. По результатам выполнения задания ребята получили сертификаты, количество звезд на котором зависит от того, насколько часто школьники ошибались или прибегали к подсказкам во время работы. Антон Шлячков, Дмитрий Релека, Севинформбюро.